Привет! Сегодня мы начинаем свой репортаж с Леруа Мерлин. Мы приехали первый раз в этот магазин, мы еще тут никогда не были. И мы приехали на своей машине. Да, поздравьте нас, мы наконец-то купили машину. И теперь у нас более развязанные руки, и мы можем везде ездить. И руки, и ноги. Так, мне нужны шторы. Вот я одну тут уже прикольную нашла. Хочу просто однотонную спальню. 1576 за одну штору. И почему-то здесь висит вот так по одной штучке, а где же посмотреть там, где их много? 1670. Велюровая. А, или вот такая же белая. Белая. Хочется мне что-то все однотонное, все в светлых тонах. А вот еще какие-то это что у нас? Тоже шторы. Это 1500. Тоже неплохие. Это слишком темные. Нам надо светленькую просто. Как у нас темные. Что у нас темные? У нас, я в спальню же ищу шторы. Так, где ты? Она идет, так. А, да, вот. О, вот тут уже подешевле. 950. Вот такого цвета нам очень подойдет. О, вот тут прямо нам... Здесь прямо много выбора. Можно посмотреть всякие. О, сейчас, может, и покрывало даже на кровати сразу купим, если будет. Ой, какая красивая штучка. Свечечка такая. Вот эти. Разнообразие всякого вообще для ремонта. Такие классные материалы. Да, мы, наверное, отвыкли от такой красоты. Немножко дикари в этом плане, но столько штор красивых я видела сейчас. В Канаде, конечно, такого разнообразия вообще нет. Так что я балдею вообще по дизайнам. Я очень обожаю это все. Короче, мы по-быстрому так забежали. Некогда. У нас нет времени тут долго ходить. Вот купила для ванной такой коврик. Вот это для грязного белья поставить в ванну. Наконец-то нашла для туалетной бумаги, которая просто клеится. И нам не нужно делать, сверлить стены, потому что у нас хозяин это сам не сделал почему-то. Вот. Слава тут купил какие-то себе инструменты. Не знаю, что он тут понабрал. Всякие штучки, дырочки. И еще я взяла шторы вот такие две штуки. И вот тюль. Можно было заказать пошив, но я не знаю точную прям длину, поэтому я, наверное, буду шить сама. Хорошо, что я умею все делать, поэтому мне это пригодится. Эти навыки пригодятся мне. Так что хозяину повезло. Еще сама и шторы пошью. Мы потратили 9 тысяч с копейками. Ну ничего, мы же не делаем эти покупки каждый день. Это же сейчас у нас постоянные траты такие, потому что у нас ничего нет. Ни инструментов, ни штор, ни мясорубки, ничего. Ничего, скоро все купим и будет легче. Ой, какая жара. 32 градуса на градусники. Ну, по-моему, на солнце все 40 или даже больше. Я уже начинаю подгорать. Я чувствую себя, как на море. Мы полностью загружены опять вещами. Мы опять все в переездах с чемоданами. Мы забирали все свои чемоданы от мамы и вот перевозим наконец-таки их домой. Теперь мы можем вещи менять каждый день, а не ходить в них по два, по три дня, как мы раньше это делали. Едем туда, на квартиру. Какие красивые здания есть в Краснодаре вообще. Смотрите, какой красный. Отреставрировали. И рядом совершенно новое. Дальше вон то со стеклами, которые немножко покажем Краснодара. Парковки вообще нет. Так они еще так паркуются, мы заметили вообще. Линии, не линии, вообще никто не соблюдает ничего. Посмотрите, как паркуются. Мы сегодня первый день ездим на машине. Нам еще немного страшновато, да? Ну, как нам? Подсекаем. Подсекаем. Слава тоже подсекает, потому что у нас движение в Ванкувере совершенно по-другому все. Даже правила немного по-другому. Слава все время говорит, напоминаем ей все время. И сам едет такой за рулем. Так, на красный нельзя, на красный направо нельзя. Все время себе повторяет. Потому что в Ванкувере на красный направо было можно. Так в машине хорошо, кондиционер. А на улице жара. И это еще только начало. Заезжаем на платную парковку. Не знаем еще, сколько будет стоить. Вот посмотрим сейчас, сколько. 100 рублей что? Час? Час, наверное. Не минуту. 8 минут. Может и день. Может 3 часа. Давай, стеной. Попасть. Две части мерстратесы. Мы единой зоной для прогулок. На комьюзавтра в ближайке стартует курортный сезон. Спланированная обширная, отвлекательная программа. Такую хорошую парковку сделали здесь на кооперативном рынке. Раньше вообще не было такого. Ох, тут уже можно даже зайти. Сейчас зайдем, чтобы не по жаре. Мы сейчас опять проголодались и хотим пойти покушать шаурмы. А вот она здесь. Да? Да. Вот она здесь. Можно? О, извиняюсь. Да. Куда? Спасибо. Сейчас откроют. Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, какие тут прелести продаются. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, какие штуки. Очень тут. Я вот. Шаурма из курицы большой размер L, но он действительно большой. 100 рублей. Ты какую будешь, Владик? Одну шаурму из курицы. Маленький. Но не самый большой. Не XL. Не XL. Это L. L это маленький. Но L это large. Маленький это small. Получается так. Л маленький, XL средний, XXL большая. Значит, средний. XL как бы. Средний. А то. Это мне ты заказал? Да. На всех курицах. На свинину какую-то было. Еще XL свинина. Вот. Вот. Один свинин, один баллонин, а все XL. Да. Все. Сейчас будет. Спасибо. Вишь, он говорит, у нас L это маленький. Я хочу вишню. Ой, а это что? Смотрите. А что это такое? Кто знает? Напишите, что это. Кефир с укропом, что ли? Или что это? Ты же лопнешь, деточка. Смотрите, какой здоровый. 140 рублей за такой, да? Горячий. Конечно, горячий. А где мой? Что он сказал? Давай, давай, давай. Патция такая. Позвонили мне вчера, сказали, что звонят с центра медицины, косметологии, там, чего-то там еще. И говорят, мы, у нас открытие, у нас такой промоушен сейчас. Мы, значит, предлагаем бесплатное посещение косметолога, там, трихолога, там, еще кого-то. Они, этого, по венам, которые сосудистый, этот хирург. И, если хотите, вот мы бесплатно вам сделаем одну услугу. Ну, я говорю, ну, хорошо, давайте мне и сыну заодно. Мне какие-то там омолаживающие его процедуры, а сыну, значит, почистить лицо. Вот, и сейчас вот они говорят, что мы даже такси бесплатное пришлем за вами, чтобы вы только к нам пришли. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, какая-то лажа вообще. Ну, я говорю, я карточку с собой не беру, кошелек с собой не беру, точно все бесплатно. Да, 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 все бесплатно, не переживайте. Просто как первое посещение у нас только первые, ну, как открывается клиника. Ну, хорошо, сейчас посмотрим. Сейчас такси приедет, за все заплачено. Не знаю, если развод какой-то, то это мое последнее видео. Прощайте, друзья. Короче, Славик меня не отпустил в эту клинику, чтобы сделать чистку и всякие процедуры для лица. Он сказал, что это все лохотрон, что меня сейчас разведут на деньги. Я говорю, ну, я кошелек не буду брать. Нет, все равно разведут, какие-то страховки там, что-то там, как там, что за технология у них, какая у них там. Ну, если бы я знал, я бы тебе звонил. Ну, так давай придумаем свою вумчисую. А сидеть кто будет? Ты. Я буду звонить, а ты будешь сидеть. Короче, все, не поехали мы к Славикам-косметологу, едем мы домой. То есть не едем, стоим, конечно. Ну, ничего, скоро поедем. Мы идем покупать скейт Владику. Он у нас упросит уже целую неделю этот скейт. Мы все были заняты со своими проблемами, со своими документами, с покупкой машины. Вот, наконец-то, мы выбрались. Вот. Рокси, здесь прохладно, да? Кондиционер работает. А какой ты хочешь, ты знаешь? А? Ты сам вообще знаешь, что ты хочешь? Или нет еще? Не знаю. Все, какие-то скейт тут. Да. И чтобы колеса не поразлетались, чтобы не поразлетались. Да. Да. Так, начальному уровню? Да. Будем считать, что это. Да. Начальному? Или, пожалуйста, что-то поинтереснее. Просто, опять же, они будут играть с его ресурсов, чтобы не поразлеталось. Это будет дорого. Да. Сколько дорого? Ну, в районе тысяч восьми. Ну, минимум, как бы, шесть-пятьсот, где-то так. Опять же, учитывая, что парень высокий, модели, которые в районе шести, ну, допустим, две тысячи трети, четыре тысячи трети. Ну, давайте так, шесть-семь. Шесть-семь. Ну, минимально уже восемь, где-то шести. То есть, вот это. Вот. Просто, ну, для него маловато будет. По размеру маловато? Да. По восемь. По восемь. По восемь. По восемь. По восемь. А вот эта руль, здоровый, маленький, играет? Играет. Семь. Да, по запасам. По комфортам. А вместе, это вот. Да, вот эта, курина. Да, да. Да, да. Да, чем шире руль, тем удобнее. Всякий поворот. То есть, включение. А вот, когда, там, скакать будет. Потому что, там, я смотрю, что они там подбирают. Что-то подсыпают. Маленький. 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 Подвисатель. Ну, в общем, профессиональная модель. Вилка фрезерованная алюминиевая. Комфорт 4-х. А их часто забирают друг у друга? То есть, отжимают. А забирают? Отжимают. Не знаю, не встречалось. А по росту подходит, а оно выпрямись. А вы думаете, он выше? А ну-ка, сравни с этим. Да. А потом, когда на все еще готовы лужи через него попадают. Спокойно. За двенадцать. За двенадцать. Ха-ха-ха-ха. Можете вам сказать, твои цели такие стоят в порядке тысячи раз таки двенадцати, тринадцати. Где? В ВСФ. Что такое бы? А-а-а. Там они тысячи двенадцать стоят будут. А так, в принципе, да. Но при фрезере, при продаже спокойно, можете продать вечно. Каждый день. Да? А? Да. Умножай. У меня столько. Смотри, он еще регулирует, то есть, может ослабить, можно подтянуть. Чтоб точно не болтался. Пляск ты сидишь, подтянешь и все. Вот так, потянул. Не, но он сюда подходит, на голову. Да. Что-то сложная регулировка, чтобы поджимать, на голову короче. Давай, берем. Я лучше бы шлем взяла без байка, чем байкаться без шлема. Что-то я не вижу благодарности на твоя эмулиция, Владик. Спасибо. Счастлив? Доволен? Отконючил? До свидания. Спасибо. До свидания. Пока. До свидания.